Дякую. Ну давайте. Треба переходить народную мову треба, але, ну я так кажу, мы не будем займаться никаким гвалтом. Вот сейчас люди, які ожидають робить гвалт. Вот опошнее интервью Зянона Станиславовича Позняка. Ну добра так кажа про имперскость, про там, про Украину. Як тольки. И он починает казать про внутрополитичные справы, все. Усих посадить, усих репрессовать. И такие, Сталин, одразу в усы вырастают, Сталин. Тигановскую за краты. Ну добра, ну что я назрабила? Ты сформулюй у своей там 80 годов, сформулюй, что я назрабила такого, за что, ну я кое криминал конкретно. Что я е, трэба посадить за краты. И усих трэба посадить за краты. Ну, ось, я, я з вельми вяликой павагай адношуся, С вяликой павагай адношуся до того, что Зянон Станиславович зарабил у 80-е и 90-е годы за яго адданную позицию у таким, ну, будавництве национального адраджэння у тэе часы. Али, кали я чую, вот гэта, усих, кто супрать мяне эти, усих, с кем я не працую, усих политиков, окромя мяне, закраты, ну гэта сталинизм. Гэта махровый, тыповый сталинизм. Ну, мы уже, мы, мы с закратов людей пытаемся достать, на отворот достать людей с закратов. Йон опять усих закраты. Так ладно, кали пьем там лукашенковцам, вось я посажу закраты такого министра, всякого министра, такого судю, всякого судю. Ну, добра, я, 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 я там азаролка закраты посажу. Не, ён усих, кто бился, кто, так, ма быть, я нымают инши некий там погляд, те по иншему себе ведут, не як так жадая поздняк. Вось, кали робит нечто не як поздняк жадая, не сподподняка, а закраты. Ну, слухайте. И я разумею, я потом, мабыть, навод покажу, я разумею так само, что, ну, ён не с Европой. Ён лечит, что Европа гэта зло, что вось Европа развалила БНФ, немцы, европейцы, что Европа, патрымливая вось ту уж Тихановскую. И тому не надо Беларуси, не якая Европа. Алло, Янон Станиславович, опять мы, это, Северная Корея, али на белорусской мове будем у нас? Ну, слухайте, меня таки проект, ну, не, 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 не текарит. Нет, я, я лечу, что Беларусь это европейская нация, и мы повинны быть с Европой, мы повинны быть с Германией, с Литвою, с иншими краинами, у евразвязи, так, слухать тое, что нам каже евразвяз. Мы повинны за ими быть у добрых и интегрованных относинах. А коли ты хочешь быть в Европе и у относинах, ты не можешь садить Тихановскую тому, что она тебе не подавается. И она, а что она такое? Не, ну, так а что и она зарабила такое? И она стала там, зарегистровалась кандидатом. Ну, давайте поглядим, вот реальные идеи, не, гэтые мифы, что у них там в головах, про КДБ, ФСБ. Кали КДБ, ФСБ, ну, покажи, так я так сам могу сказать, так ты агент ЦРУ. Ты ж николи не адвертишься, бух, это недоказуемо. Нешта можно доказать, тольки, кали ты маешь аргумент, ци, вось некий доказ, документ, не ведаю, что, бумагу. Ну, и, добра, ну, и она, вось, стала кандидатом. Вышли люди, и она была на усех гэтых митингах. И она казала про новые выборы. Чим тебе не подобается, зянон, Станиславович? Что будут новые выборы, что будут отпущены усе политвязни, что, что у гэтым криминального такого. Потом я ее вытурили с краины. Эвразвяз, який, ну, вось, литовцы, який, ну, даруйте мне, али я, я, вось, упевненный, ламббергис и все остальные. Я не сто раз ей там под лупой, под микроскопом поглядели, у я ей не было никаких звязков. Скажи бы, я, вось, ну, не тольки ахову ей дали, али я упевненный, я не слухаюч усея ей телефонные размовы. Вось, верьте мне, не верьте. Я не слухаюч усея телефонные размовы. Я не слухаюч, что это у офисе происходят. Там есть от МЗС Литвы человек у офисе, який доглядае за усим. Я не ведаюч, что она никак не связанная. Бо не коли Ландсбергис, який Зингерис и вся эта компания, який ненавядзець Лукашенко, який ненавядзець ФСБ, МВД и всю эту салковую шваль, я бы никогда не поддерживали ей за кошт литовских налогопадатников. И никогда бы не аховали ей. Но это зрозумело. И никогда бы президенты и инших краин с ней не сустракались, я бы не были выполнены, что она чистая с этого боку. Да есть шмар чаго предъявить. Яна не активна, яна не мая пляну, яна, мабыть, там не построила то, что мы чакаем. И про это говорим, но ли, ну, вы бачайте, яна агент КГБ, якая находится на финансовании литовского МИДа. И литовских спецслужбах. Вот зараз литовские спецслужбы затрымали головного редактора «Спутник». Литва у Латвии затрымали, сказали, что працую на Россию, что, мабыть, мае место шпионаж. И все, и у турму. Яны глядять за этим у оба вока. У оба вока. Его сядить некий там за 80 годов, и она агент КГБ. Ну, вы же этим ображаете не Тихановскую. Вы ображаете и белорусский народ, який за ее голосовал, и выходил на улицы оборонить свой голос, и Литву, якая ее фактично финансуя. Литву ображаете, что Литва финансуя агентов КГБ. Это я кажу про интервью зяно на Станиславе Чапазняка, яке я паглядзел, и вось там есть частка здорового глузду, и частка сталинизма. Сталин просто. Вось у ягу усы прарасли у некий момент. Всех сажать, у всех я пасажу. У нас что будет? Однопартынный парлямент, где будет великий вождь Поздняк, столетний. И все. Все остальные у Турмах. Тобе не понравится. Про Бабарыка и он там просто и лгал. Сказал, Бабарыка сказал, что белорусской нации не сну я. Николью он такого не говорил. Что Беларусь повинна войти в Россию. Николью он такого не говорил. И он был не супротинтеграцией, але это иншая. Никто не говорил про то, что Беларусь повинна войти в Россию. Ну добра. Але у демократичной краине ты маешь розные парты, розные погляды. И навык, коли яны тебе, националисту не подобаются, но яны повинны быть розными. Ну повинны. Ну не можа украинский парламент состоять только из одних Порошенковцев, ци только из одних Зеленковцев, ци только из одного правого сектора. Ну не можа такого быть. И не повинна такого быть. Як и британский парламент. То есть ты ех то за Брексит, и ты ех то за интеграцию у европейский звяз. Як тут у ЗША, вось уже які дзень не могут спикера выбрать палаты процтауніков у Конгресса. С тых самых прычин. Таго, што есть розные погляды. Ты не можеш сажать людей у турму, коли они не зарабили ніяких злочинств, но только тому, что это политичная целесообразность. Вось так я лечу. Пишите свои мнения. Андрей, заступник. Андрей, поглядеться, социологи Литвы до Беларуси. Ну так, Беларусь я на агрессор. И в Украине, и в Литве, и в Лукашенко такая ситуация. А што глядеть? Беларусь у том выгляде, як держава, яка яснує зараз, это, ну, концлагер, концтабор, які, які рихтується до агрессии. Шо тут я повинен сказать? Вот так. Так, что вы пишете? Вось Юрий Петрович, пізніка цікаво слухать, а ли треба добро фильтровать його словы? Так. Ось Эмилия, я на так клопотиться, пишу, поважанний Андрей, бережите нерви, вы нам так потрібны для більш корыстных спрэджек. Ну, добро, добро. Добро. Добро.